Ну, во-первых, я хотел про себя немного рассказать. Меня зовут Луан Адамлиев, я являюсь генеральным директором ОСО «Дыкон плюс». Мы производим трактора «Автопос», а также занимаемся консалтингом в сельскохозяйственной сфере. И по министерству, я считаю, что министерству необходимо, министерству нужно, потому что у нас все-таки 66,3% населения идет в сельской местности, и поэтому министерству нужно. Другой вопрос, как это министерство должно работать, это вызывает очень много нареканий, это уже второй вопрос. Но я ответил, по-моему, да? Да. Министерству нужно. Теперь я хотел немного рассказать о ситуации. Тут был вопрос о ситуации в сельском хозяйстве. У нас в Харистане 66,3% населения проживает в населении, но при этом от ВВП у нас сельское хозяйство только 17% дает. Это данные за прошлый год. Хотя в 1996 году сельское хозяйство давало 37% ВВП, то есть падение очень сильное, и тенденции к падению сохраняются. А с чем связана причина? Если коротко сказать, там очень комплекс причин, но если коротко сказать, чего не хватает фермерам, не хватает техники, технологий и инвестиций, то есть длинных и низкопроцентных ресурсов. Как вот сказал представитель министерства, у нас финансирование идет в размере 10% от необходимого. Это раз. В общем, от бюджета Харистана в сельское хозяйство выделяется только 4% от всех затрат. Это два. И последствием служит то, что вот микрокредитные финансовые организации, 70% их клиентов это жители села, потому что есть недофинансирование, но финансовые средства необходимы, поэтому они вынуждены брать деньги. Но как исправить ситуацию? Во-первых, у нас часто идет компаниейщина, а нужно заниматься системными преобразованиями. Как раз таки системных преобразований у нас пока нет. Я бы вообще нашим фермерам медаль дал всем поголовно, потому что наши фермеры работают не благодаря, а вопреки государству, потому что имеют такое маленькое финансирование. В отсутствии абсолютного протекционирования отечественного производителя наши фермеры умудряются и свое население кормить, еще на экспорт поставлять продукцию. По фонду, я тоже считаю, что в начале по фонду были такие декларирования, что фонд будет создаваться для того, чтобы смягчить последствия вхождения в таможенный союз и в первую очередь для малого и среднего бизнеса, но мы этого не видим. Там создается какой-то комитет, уже больше 10 человек, создается определенная государственная огромная структура, которая непонятно по каким критериям распределяет средства, тем более минимальная планка 3 миллиона долларов. Ну сказали бы сразу, что эти деньги пойдут по чиновникам, по олигархам и так далее. И все. Потому что компания Coca-Cola только здесь может потянуть такой кредит. Но я присутствовал на открытии увольного цеха, который был финансирован из этого фонда. Там сказали, что из фонда было потрачено полтора миллиона долларов, но я не понимаю, почему, если минимум 3 миллиона. Ну в общем, с этим фондом больше вопросов, чем пользы. Теперь по яйцам, вот то, что сказала наша коллега, я согласен. Вот все радуются, когда цены снижаются, я считаю это критерием. Вот, радуйтесь, границы открыли, яйца стали дешевыми. Это сегодняшний день, это популизм. Потому что завтра, когда мы убьем отечественное производство яиц, завтра цены будут подниматься, потому что у нас не будет выбора, и мы будем покупать эти же яйца по 15, как было в одно время. Что произошло с нашим мясным птицеводством? Наше мясное птицеводство, когда в 90-е годы у нас был рынок и открылись границы, начали поступать ножки буша и так далее, бролевные птицы, и в результате у нас мясного направления птицефабрик не осталось. Но после того, как все наши птицефабрики закрылись, наши импортеры повысились. И сегодня у нас мясо птицы дороже, чем в Москве. Мясо птицы дороже, чем в Америке, в Европе. Это вот последствия. Если сегодня за наших птицеводов, которые занимаются производством яиц, государство никак не поможет и не даст поддержку, мы сегодня обонтротим всех птицеводов. Да, сегодня государство атропортует, вот, радуйтесь, дешевые яйца. Но когда завтра эти яйца в два раза повысятся... Курс доллара меняется. И не только из-за курса доллара, а просто из-за экономической ретабельности. Никогда привозное не будет дешевле, чем местное. Потому что логистика добавляется. А если будет привозное дешевле, то низкого качества? Конечно. То есть сегодня, если не обратить внимание на эту очень жесткую ситуацию, и будем заниматься популизмом, радоваться низким ценам, завтра мы получим дорогие продукты питания. Дальше. Вот насчет эпизотеи. Здесь правильно заметили. Но ситуация с эпизотеей, с болезнями животных не из-за того у нас плохая, из-за того, что у нас просто, как правильно сказали, у нас пресса очень свободная, в отличие от других стран. И когда в других странах идут вспышки болезней животных, это быстро гасится. И такое ощущение создается, что болезнь животных только в Кыргызстане, потому что, да, мы рассказываем о каждом случае. Потому что это правильно. Это выявление болезни, это первый шаг к ее лечению. И мы это не скрываем. А в соседних государствах, вон, сайгаки гибнут. Да. Сотнями тысяч. Кто-нибудь этот вопрос раздул, кто-нибудь сейчас расследует. Нет, все. Погибло поголовье сайгака. И тишина. А зато у нас там 10 коров сдохло, все, у нас вспышка.